Добрый день! Представляем вам компанию Стройформат и мы начинаем новый проект строительства жилого дома. Предлагаю разобрать поэтапно все элементы начала строительства. Прошу пройти настройку. Перед началом кладки староскольского кирпича мы используем кирпич для нивелирующей кладки. Его ложим прямо непосредственно нацокать для того, чтобы поймать идеальную плоскость. Продолжение следует... Кирпич упакован в термоусадочную пленку. Между рядами кирпича проложена бумага. Староскольский кирпичный завод выпускает кирпич с уполченной стенкой и паской для более красивой кладки. Для декорирования углов, а также декоративных элементов в виде арок или других используется кирпич коричневого цвета в производстве Железногорска. Кирпич также поставляется упакованной в термоусадочную пленку. Между рядами в данном случае проложены геомагнитные ткани, а также бумага. Кирпич также производится с утолщенной стенкой, что позволяет иметь более высокую нагрузку на стенки. Использование данного вида кирпича значительно украшает кладку при странице. Начинаем кладочные работы. Для начала кладочных работ обязательно используем гидроизоляционную мембрану. В данном случае это рубероид. Она у нас находится под первым рядом кирпичей. Производим раскладку кирпича. Для того, чтобы кирпич разложить по периметру, используем дистанцер в виде 8 мм. Так по всей стене, по всему периметру. Для того, чтобы кирпичи в следующих рядах были того же размера, необходимо купить всю партию единоразово. В данном случае мы купили 40 пакетов для того, чтобы хватило на везлю. Раскладка кирпича производится с целью, чтобы в ряду не было кусочков меньше, чем половина кирпича. Вот на данном ряду мы добились такой раскладки, что у нас все кирпичи будут в целом. Срез подрез.